Друзья, я вас приветствую на нашей стоянке. Сегодня у нас будет честный обзор на Danfeng Fingona X5 из Южной Кореи. Наша компания занимается привозом автомобилей из Южной Кореи, Японии, Китая, Канады и США. Если вас интересует любой автомобиль под заказ, переходите в наш телеграм-канал и наш менеджер сделает бесплатный расчет любого автомобиля до вас. Ну, начнем. Я обладал, вернее, пятью такими, привозил на продажу, сам ездил на двух целый год и у меня накопился достаточно большой опыт, достаточно много информации, по крайней мере, если сравнивать с тем, что сейчас есть в интернете. По факту, этой информации, я считаю, недостаточно будет от меня, но это лучше, чем ничего. По ценообразованию, за сколько можно привезти их из Южной Кореи? Именно из Южной Кореи. В Китае они тоже продаются. Я вам чуть позже скажу, в чем разница, почему я не рекомендую рассматривать из Китая. Если рассматривать из Южной Кореи, 19-20 год, а они только таких годов там идут, в одинаковой комплектации максимальной, то есть то, что я буду показывать, то и вы получите. По низу рынка можно за 1 350 000 приобрести автомобили. Я вам не рекомендую по низу рынка рассматривать. Можно от 1 400 000, это будет уже неплохой автомобиль, и промежуток от 1 400 000 до 1 500 000. Рассматривать это будет полноценный хороший автомобиль с небольшим пробегом до 40 000. Они у нас идут 1,5 литра турбо на вариаторе. Расход у них, я думаю, немножко повыше, чем должен быть. В принципе, они едят нормально. Точно не могу сказать, сколько, но я заправлялся раз в неделю полный бак 98-м. Почему 98-м? Потому что тут идет турбина, и на 98-м автомобиль себя чувствует гораздо-таки лучше, чем на любом другом. У меня всегда были белые данфенги. Тут у нас красный и черный. И скажу так, красный, на мой взгляд, самый лучший вариант. Черный тоже красивый, но черный вы выйдете только с мойки, он будет у вас уже грязный. Тоже нужно это понимать. И вот для сравнения можете обратить внимание, что красный тоже выделяется. Но в любом случае, красный, черный, либо белый, они отлично смотрятся. Белый похож больше на Lexus. Красный, черный, в принципе, больше уже на китайский какой-то автомобиль необычный. Давайте начнем с лицевой части. Решетка есть в двух исполнениях. На мой взгляд, это исполнение самое лучшее. Дневные ходовые огни у нас красивые, как реснички подсвечиваются. Они всегда включены, я так понимаю. Ну, по крайней мере, я у себя их отключить не мог. Диски у нас черные, всегда одни. Очень красивые диски, немножко рельефные. Первое время на нем непривычно ездить, потому что автомобиль, ну, на самом деле, очень широкий, раздутый немножко. И кто-то может цепить бордюр. По крайней мере, я цеплял бордюр и всех хозяева, насколько я знаю, тоже аккуратненько, но иногда цепляют бордюры. По расходникам, что у нас тут есть вообще? Если нужно поменять масло, сделать того фильтра, всевозможные, обходилось мне в 3000 рублей. Они у нас есть в наличии в Владивостоке. В Иркутске есть в наличии, ну, много где есть в наличии. Этот автомобиль, на самом деле, набирает популярность свою. И можно найти в наличии в России. Если нет, то любая другая фирма, которая занимается запчастями из Китая, вам поможет им доставить за 7 дней. Проблем в этом нет. Если приобретаете автомобиль через нас, мы можем купить расходников, ну, сколько пожелаете, насколько нужно ТО. Далее, резина. Резина всегда корейская, хорошая, приходит на них. Я покупал зимнюю резину китайскую, новую, в районе 22 тысяч рублей. Обошлась она мне. Я также с автомобилем ее продавал все время. Дальше, дворники. Дворники у нас в России оригинальные не найти, которые точно подходили бы в эти пазы, обратите внимание. Но я нашел аналоги от Рено, либо от Шевролея, точно не помню. Надо смотреть по именно входу. Но отлично подходят, да, чуть-чуть шатаются, но по факту на эффективность это никак не влияет. Да, немножко совсем не попадают они. Давайте посмотрим, что у нас есть по опсам. Есть бесключевой доступ на первом ряду сидений. Это означает, что вы можете здесь ключа не открывать, просто подойти. Повторители в ушах, электроуши, то есть когда вы закрываете, открываете, они сами складываются. У нас идет кожаный салон с электроприводом на первом ряду сидений. Кожаные дверные карты, как мы с вами видим, в очень красивом исполнении. Строчка достаточно качественно сделана. Строчка идет везде, вот тут по салону, по торпеде идет. То есть выглядит все очень-очень качественно на самом деле. Несмотря на свой бюджет и несмотря на то, что они сделаны в Китае, сборка очень классная. Сам автомобиль по салону очень симпатичный. Как мы с вами можем заметить, много места на первом ряду сидений. Чуть позже покажу, сколько на втором ряду сидений. Качественно сделаны сидения. Немаловажно еще, что очень красиво, удобно. В красном варианте у нас все с вами аналогично. Также автомобиль сразу приходит на русском языке. У нас есть два дисплея. Это дисплей для управления климат-контролем. Там примитивно все понятно. Этот дисплей для камеры заднего вида, блютуз, радио. Все у нас тут есть. Также у автомобиля присутствует подогреве. Единственный минус, они включаются только с мультимедией. Так, давайте от первого лица поклацаем, все покажу. Потому что для многих это и является важным фактором. Смотрите, вот этот дисплей регулирует у нас климат-контроль. Все у нас удобно, примитивно. Всегда он подсвечивается, можно сделать немножко ярче, немножко тусклее. Далее, как мы видим с вами, русский язык у нас присутствует, но он не очень-то правильный, как мы с вами можем заметить. Также кондиционер у нас тут можно регулировать, потоки воздуха с мультимедией. Далее. Что у нас еще тут есть? Ну, подогревы включаются вот таким вот образом. Кто не знал, вот они. Трехступенчатый, подогревы. Только на первом ряду сидений, на руле их, к сожалению, нет. Далее. Скошенный руль. Очень удобный скошенный руль. Я так к нему привык. Плюс удобное расположение мультимедией. Вот тут громкость. У меня сейчас громкость находится на бросе этой стороны. Не очень-то удобно. В целом, перфориированная руль. Удобно держать, удобно крутить, очень хорошо крутится. Кнопка старт-стоп у нас есть. Далее. Тут у нас открыть бензобак. Электропривод задней двери. Регулировка наклона фар. Я все на троечку ставил. Ну, и антипробуксовочная система, которой я никогда не пользовался. Тут у нас все в пленочке. Два подстаканника. Стояночный тормоз. Автохолд. Снежный режим. Ну, я называю его снежным, но на самом деле он зимний, конечно. Снег очень удобно. Пользовался пару раз, он помогает. Это у нас с помощью при спуске. Видите, кнопки сенсорные и сонары. Также передний и задний. Не в круг, а передний и задний. Давайте включим камеру заднего вида. Посмотрим, какая она. В целом, меня полностью устраивало. Самое интересное в автомобиле. Большая панорамная крыша. Открывается первая часть. Ее вторая часть не открывается. Переходим ко второму ряду. Посмотрите. На первом ряду я спокойно себя чувствую. Я метр 190. Настроил сидение под себя. И сколько осталось на втором ряду места. Обратите внимание. Очень много места. У нас на втором ряду ничего нет, кроме дефлекторов. И вот там у нас снизу есть USB разъем и выход 12 вольт. Давайте более дотошно покажем дверную карту, как она исполнена. То есть, вот видите, строчка прям идеально сделана. Все красиво, продумано. Качество, конечно, оставляет желать лучшего, но обратите внимание на размер багажника. Спереди много места. На втором ряду много места. И багажник еще огромный. Также у нас есть шторка тут. И вот фонарик можно включить. Свет, если необходимо. Но я никогда этим не пользовался. Тут у нас должна быть запаска. Да, запаска есть. Все укомплектовано. В целом, очень много места под какие-то дальние поездки. Так вообще супер. Что могу отметить по управляемости? Управляемость достаточно хорошая, но вы должны понимать. Полтора литра плюс автомобиль большой. Ехать на нем можно по городу. Это семейный, спокойный автомобиль. Для девушки подойдет 100%. Но у нас часто покупают их семейные пары, когда мужчина будет за рулем. Для мужчины тоже подойдет, но вы должны понимать, что это не гонка. И поездив на нем неделю, вы привыкнете к особенностям данного автомобиля. Что нужно? Немножко больше времени закладывать на обгон на трассе. Если хотите обогнать на скорости 100 км в час, фуру, например. То нужно заложить немножко больше времени на обгон. Чтобы у вас тут все прошло безопасно и удачно. Далее. Почему я не рекомендую рассматривать их в Китае? В Китае их больше. В Корее всего было залезено их тысяча штук. И, соответственно, купить их тяжело. Корейцы их продают примерно 5 адекватных вариантов в месяц. А в России этот автомобиль распробовали очень сильно. Даже дилер у нас появился китайских автомобилей. Именно таких новых автомобилей он предлагает к продаже. Но вы должны понимать, что в Корее действительно отличается сборка именно данного автомобиля. Другие многие не отличаются. Именно данный автомобиль отличается. Во-первых, в Китае комплектации совершенно другие. Есть бедные комплектации, что я был... Ну, крайне меня это удивило. Вот. Дальше. Качество исполнения дверных карт, качество строчки тоже отличается. Но в Китае есть цифровая приборная панель у автомобиля. Тоже это интересно. Я бы хотел с цифровой приборкой. Но в целом и аналоговая приборная панель тоже устраивает меня. Дальше. Один раз в жизни я видел их с круговым обзором. Скорее всего, там сам хозяин в Корее менял мультимедиу и установил круговой обзор. Только один раз я такое видел. Но в целом такое возможно. По колодкам. Колодки стоят в размере 2-2,5 тысячи рублей. Я покупал их в наличии. Вообще я все на него покупал в наличии. У нас имеется в аудиостоке достаточно большое количество их. По-моему, 2,5 либо 4 тысячи рублей стоили. Вот точно сейчас не подскажу. В целом, если вы ожидаете от меня услышать еще больше информации, то поверьте мне, мне просто больше сказать нечего. Это хороший автомобиль. За свои деньги аналогов он не имеет от слова совсем. Даже на правом руле. Вот как бы вы там не хотели, за полтора миллиона аналогов ему нет. У нас в России я их продавал за миллион восемьсот, миллион девятьсот. Сейчас это среди рыночная цена. Два миллиона рублей плюс-минус. В разных городах она будет отличаться. Но это реальность такая, что за такую стоимость автомобили продаются у нас новые, ближе к 3 миллионам продаются. Но опять же, это китайская сборка, что я вам крайне не рекомендую делать. Далее, что из минусов? Из минусов, кто-то выделяет для себя жесткая подвеска. На самом деле, я особо на этом внимания не хочу делать, потому что подвеска адекватная за свои деньги. Я говорю, можно на эти глаза закрыть. Меня полностью устраивало. На дальние поездки мы ездили, ямки ловили. Ну, в целом нормально. Чуть-чуть жестковато. Ну, мне было комфортно. Это другие люди замечали. Далее, что еще? По управляемости сказал, хорошо едет. Ну, могла быть и лучше, конечно. Ну, а если вас интересует похожий автомобиль, либо любой другой автомобиль из-за границы, то можете оставить заявку на нашем сайте на бесплатном расчете стоимости любого автомобиля. Наш менеджер свяжется с вами и бесплатно сделает расчет любого автомобиля со всеми расходами даваться. Сроки доставки плюс там можно примерно 3 недели из Южной Кореи. Здесь с другой стороны будут отличаться. В целом, трудностей никаких нет. Ни с переводом, ни с оплатой. Все оплачивается, все доезжает. Без каких-либо проблем мы там все можно реализовать. Ну, а также давайте покажу, как сзади он выглядит. У нас сзади есть 3 надписи, получается. Слева, мы можем заметить, это гарантия на 7 лет. Ну, не знаю, надеюсь, отверстили или нет. Мне говорили, что действует. Дальше X5. Кто-то делает антихром полностью, вот от хромированных элементов. Тоже очень красиво. Снимает надписи, все оставляют это по FinCon. Тоже выглядит симпатично, прикольно. Ну, я этим не заморачивался. Меня так все устраивало. В целом, за свои деньги я говорю. И посмотрите, какой клиренс. Клиренс в автомобиле достаточно интересный. Даже наличие переднего привода меня не смущало. В наших условиях ладилстовских, когда идет снег, гололед, сопки, я спокойно забирался, проезжал. Просто нужно подходить к этому, конечно, с умом. И стараться все сделать правильно. Если ехать просто прямо по льду, то, естественно, вы не заедете. Если использовать какие-то хитрости, то это у вас получится без проблем. Все, друзья, хорошего вам дня. Спасибо, что уделили время. Будут вопросы, пишите, отвечу.